Комитет был создан после событий 2020 года. Итальянцы, точнее мы в нашем комитете полностью поддерживаем белорусов. И главная цель была именно оказать поддержку белорусскому народу и показать итальянскому народу, скажем, многогранной, скажем, точки зрения. Но основная цель, это, конечно же, поддержка белорусского народа, чтобы не допустить такой ситуации, которая сейчас творится, например, в Украине. Белорусы, я уверена, я очень вам благодарна за это, потому что действительно смотришь, читаешь иногда западные новости, европейские новости о Беларуси, и понимаешь, что люди совершенно ничего не знают, а просто выполняют чью-то задачу. Мы все знаем, понимаем чью. Поэтому большое вам спасибо за то, что вы доносите эту информацию. Приезжайте к нам и рассказывайте людям, как дела обстоят на самом деле. Прежде всего следует отметить, что есть значительная разница между населением итальянским и между итальянским правительством. К сожалению, многие итальянцы были неправильно осведомлены или вообще не осведомлены о тех событиях, которые происходили в 2020 году. И именно журналисты, и именно итальянское правительство, скажем, показывало вот эту точку зрения того, что белорусское правительство – это диктатура, белорусское правительство – это плохо. На самом же деле, скажем, простой итальянский народ вообще не осознавал настоящую ситуацию, которая происходила в 2020 году. А запрос на какую информацию вот есть у итальянских людей? Что они хотят знать о Беларуси? Уже на протяжении многих лет сложилось очень, скажем, нежное такое вот отношение между двумя народами в плане того, что итальянские семьи принимали детей, пострадавших от Чернобыля. И вот эти вот семьи, которые принимали белорусские детей, хотят снова воссоединяться с ними, скажем, приглашать их к себе в гости. И в целом вопрос, конечно, политический – это очень важно. И многие итальянцы неправильно осведомлены о политической ситуации в Беларуси. Но, более того, мы хотели бы и больше узнавать белорусский народ в плане культуры, в плане именно культурных особенностей, скажем, белорусского народа. Это тоже очень интересно, хотя политический вопрос, конечно же, тоже не следует откладывать в страну. Действительно, мы достаточно часто приезжали сюда, в Беларусь. Мы, скажем, представители нашего комитета, также почувствовали себя в роли международных наблюдателей во время февральского референдума в Беларуси. Самая последняя наша встреча состояла с 7 ноября, также мы приезжаем 9 мая, поэтому можем сказать, что у нас достаточно тесные отношения между нашим комитетом и коммунистической партией Беларуси. Прежде всего, когда приезжаешь сюда, первая, скажем, вещь, которая приходит на ум – это именно, скажем, нежность, вот эта вот привязанность, сердечность народа. Мне вот мои, скажем, коллеги из комитета вот говорили, что вот ты приедешь, ты сразу встретишь, скажем, доброжелательный, очень сердечный народ, для которых очень важны, скажем, и исторические моменты, что, например, то же самое 9 мая – это просто народный праздник, что все с таким восторгом на таких, скажем, возвышенных чувствах принимают это вот все, и что народ очень, скажем, сердечный, очень приветливый. Это вот первая вещь, которая бросается в глаза по приезду. С точки зрения политической, когда ты сюда приезжаешь, сразу видно вот это вот спокойствие на улицах, и, скажем, если в Италии можно заметить и полицейских, скажем, и военных на улицах, то здесь такого нету, потому что, скажем, именно власти поспособствовали тому, что мы можем чувствовать себя спокойно. И в целом, когда ты разговариваешь с людьми на улицах, когда ты разговариваешь с продавцами, например, в магазинах, вот вторая вещь, которую можно заметить – это низкий уровень безработицы, то есть вот эта вот безопасность, которую люди чувствуют в Беларуси, именно благодаря тому, что у всех есть работа, что очень низкий уровень безработицы. И в целом еще Беларусь – это независимое государство, которое не станет на колени перед, скажем, иностранными силами, то, что могло бы, скажем, поспособствовать тому, что оно потеряет свой суверенитет, но беларуси никогда не станут на колени перед, получается, иностранным давлением. Наш комитет воспринимает президента, как вы и сказали, что человек, который полностью заботится о своем народе, как отец государства, и именно таким мы будем о нем рассказывать, получается, другим людям, итальянцам. В Италии тоже многие люди так и говорят, что вот бы нам такого человека, как Лукашенко. Да, наш тоже комитет следит за передвижениями, скажем, Лукашенко. Мы смотрели, как он в Дубае, да, Зимбабве, что он именно дали, да, как вы сказали, тракторы и так далее. И для нас он не только президент, который заботится о своем народе, он антиимпериалист, танец, скажем, против создания новых колоний. Вот вы сказали, Беларусь – суверенное государство. А Италия может ли себя назвать суверенным государством? Или это все-таки колония штатов? Не только у нас в комитете, но и даже среди населения бытует это мнение, что действительно Италия стала колонией Соединенных Штатов. Причем неважно даже каких взглядов правых или левых придерживаются, не только, скажем, именно в партиях, но также и среди простого населения. Бытует мнение действительно такое, что Италия – это новая колония Соединенных Штатов. Конечно же, население недовольно этой ситуацией. Впрочем, уже начали, скажем, проводиться небольшие митинги среди населения. То есть люди, в принципе, выходят на улицы. Но пока что нету таких сильных движений, например, как в той же Франции, где население более, скажем, храброе, более готовое совершать, именно, скажем, выходить на митинги. В Италии пока что еще это движение не приобрело, скажем, своего развития не имеет. То есть нужен какой-то, возможно, скачок, возможно, какой-то повод, чтобы выйти именно на улицы. Но в целом можно сказать, что действительно население, конечно же, недовольно этой ситуацией. Часто говорят, что Беларусь – это партизанский островок. А мне очень нравится это сравнение с помощью нашего президента, той созданной системой. Оберегаем самое важное. Семейная традиционная ценность – это где мама, папа в семье, у нас действительно помнят, как вы сказали, наших героев, тех людей, которые защищали нас, освободили вообще мир от фашизма. Мы все это помним, и мы все это старательно оберегаем. И главное для нас, для созданной системы, нашего государства – это человек. И поэтому мы очень рады, что у нас есть такой партизанский островок, где все это берегут и ценят. И мы смотрим с большими глазами и ужасаемся, глядя на Запад, на Европу, где все это перемешались ценности. Европа, ну то есть понимает ли, осознает ли Европа, европейские народы, что если они пойдут дальше таким путем, ну и в Запад тоже, то это деградация, это полная деградация. В целом, да, европейское население осознает, что деградация, скажем, неминуемо возможна, даже поскольку сейчас происходит засилие, получается, американских мнений, американских взглядов, то есть американское влияние, в общем, да, распространяется на всю Европу, и, возможно, скоро даже и той Европы не будет, да, будет, скажем, американизированной, да, вот эта вот новая колония. Поэтому многие, да, многие люди осознают европейские, что сейчас неровен час, когда наступит действительно такая настоящая деградация в Европе. Что касается, да, получается, ненацистов, которые маршируют по площадям европейским, то к ним относятся достаточно толерантно, поскольку, скажем, к ним относятся так же, как, например, к болеющим за кумицу, например, футбольную команду, да, то есть власти не осознают всей той опасности, что к ним относятся, получается, как к фанатикам, да, скажем, то есть правительство не осознает той опасности, которую они создают. Да, действительно, как вы сказали, что Беларусь, скорее всего, единственный, скажем, здоровый островок среди всех сумасшедших, которых ее окружает, поэтому, да, Да, наш комитет тоже, получается, осознает то, что происходит. Если сейчас, ну вот просто смотришь тоже на европейские страны, на политиков, точнее, которые принимают важные решения, и понимаешь, что куда-то пропали вот серьезные политики, серьезные персоны, которые решают судьбу страны, остались какие-то марионетки, какие-то клоуны, какие-то... Да, действительно, население, можно сказать, даже это излитая ситуация, что у нас сейчас больше нету компетентных политиков, которые действительно могут позаботиться, могут даже не то, что заботиться о своем народе, а просто выполнять ту работу, которую они должны выполнять. Они просто подписывают, скажем, уже готовые вот эти вот приказы, которые издают, скажем, как вы говорите, за океаном, не могут защитить свой собственный народ, то есть они не выполняют свои прямые обязанности, поэтому это население очень злит, и население понимает, осознает всю эту ситуацию политическую. И действительно, не только нас злит то, что они не могут правильно выполнять свою работу, они некомпетентны, но и то, что они не могут просто позаботиться о своем народе, и наш народ, свой народ, скажем, просто безразличен. Это, конечно, та вещь, которая очень сильно расстраивает население. Это вопрос, которым сейчас итальянцы как раз-таки и задаются, но, к сожалению, на горизонте пока что не виден тот час, скажем, когда к власти придут компетентные политики. Но мы надеемся, что единственная, скажем, наша надежда, то, что засилие американское станет меньше, скажем, вот это вот влияние американское станет меньше, и народы смогут уже задышать полной грудью. Именно поэтому мы приезжаем в Беларусь, чтобы почерпнуть ваш опыт построения, скажем, мультиполярной модели, о которой мы можем рассказывать и в Италии, чтобы построить именно похожую на вашей стране, которая бытует модель, чтобы народы могли уже спокойнее вздохнуть. Но пока что, к сожалению, на горизонте не видны такие перспективы. А видны ли на горизонте люди, которые, вот в Италии в частности, которые могли бы занять вот эти важные посты? Мне кажется, что действительно такие люди, скорее всего, есть. И до событий с 24 февраля, до ковида, эти люди могли даже что-то, возможно, и привносить, то есть они могли и работать, но сейчас вынуждены, к сожалению, уйти в тень, поскольку они не могут, скажем, именно проявить себя на данный момент. Но 100%, что такие люди существуют, и мы надеемся на светлое будущее, что в скором времени они смогут, скажем, взять власть в свои руки. Ну, вы слышали, Беларусь под санкциями, Россия под санкциями. Что вы думаете, в принципе, вот про такие шаги, про эти санкции, и кому от них стало хуже? Да, действительно, мы тоже это все понимаем, что санкции обернулись плохо именно нам самим, скажем, итальянцам, причем это осознает и простое население. Виден, в принципе, вот эта вот разница, да, разрыв между населением и управленцами. Мы видим, вот, скажем, вот это отдаление, скажем. Мы уверены, что санкции обернулись против нас, и отдают себе отчет сейчас и в Италии, и простое население очень сильно ударило, скажем, по экологическим, можем сказать, проблемам, то есть имейте в виду, что и проблемы газа и так далее, ну, все, что нам известно. И, конечно же, эти санкции, скорее, больше затронули именно нас, да, в этом плане. И, как вы сказали, действительно, вот этот разрыв большой между богатыми и бедными, то есть бедные сейчас еще беднее, богатые еще богаче. И, да, в общем, эти вот санкции, скажем, никому не нужны в плане спорта, в плане культуры. То есть они обернулись против нас, скорее. То есть население осознает всю тяжкость ситуации, сейчас вот появилась даже русофобия, скажем, да, в Европе, которая никогда раньше не была, даже, скажем, американцы там разрушали города, да, и никто против них никакие движения, скажем, не создавал, но сейчас вот возникла эта русофобия, и, скажем, население само понимает всю, скажем, тяжкость ситуации, что такого никогда не было, и это неправильно. В Украине коммунистов запретили. Если есть какая-то организация коммунистическая, к ним приходят. А в Италии, я знаю, тоже есть какие-то проблемы вот у коммунистов, то есть они разделились на одних и других, одни там действуют в угоду Штатам, Америке, продвигая совершенно противоположные для коммунистического течения вещи. Вот как, правда ли это, во-первых, и как такое стало возможно? Да, действительно, партия коммунистическая, скажем, произошла там фрагментация, большая часть партии сейчас называется Демократической партией итальянской, и она действительно, скажем, проамериканская партия. А вторая же часть представляет собой небольшие, скажем, маленькие партии, которые не имеют большего виза, то есть большая часть стала Демократической партией итальянской, а вторая разделилась на небольшие, скажем, маленькие партии. Сейчас, ввиду ситуации, которая происходит, переписывается история в Европе, сносятся памятники в Риге, в других городах. Сейчас, скажем, как уже национализм и фашизм теперь равен именно коммунизму. И, конечно же, у нас есть страх того, что может случиться то, что случилось в Украине. Потому что сейчас в Европе происходит этот процесс переписывания истории. Ожидаем то, что в Европе произойдет все то же самое, что произошло в Украине. Украина – это первая страна, далее все то же самое произойдет во всей Европе. Причем это касается и коммунистической партии, что тоже ее могут полностью запретить и в Европе. И вот очень нас волнует тот вопрос, что сейчас происходит. Это вот переписывание истории, что тоже очень, скажем, создает большие опасения. То, что касается как раз-таки переписывания истории, мы боимся, что к этому, скажем, причастны в большинстве своем именно националисты. То есть вот Катя привела пример того, что, например, в школе у нас есть учебник по истории, где, например, какой-то фашист, который был известен в годы Второй мировой войны, теперь преподносится именно уже не как фашист, а как националист. То есть мы очень все боимся, что… Да, да, то есть вот смягчается. Вот это пересматривается, скажем, да, история, которая была раньше. Мы вот боимся, что именно поэтому все может случиться так, как в Украине. Поскольку, да, вот именно фашизм – это уже не фашизм, а, скажем, националист. Катя, правильно ли я понимаю, что вы большой друг Саши и Миши Кононовичей? Это граждане Украины, которые коммунисты, антифашисты, этнические белорусы, которые подверглись вот уголовному преследованию в Киеве. Я знаю, что по всей Европе, в том числе в других странах, проходят митинги в их поддержку. В целом, да. И многие в Европе, скажем, поддерживают именно Кононовичей. Были, скажем, проведены многие митинги, и наш комитет тоже осознает это все дело. И очень, скажем, многие, много вещей сделала для того, чтобы, скажем, их уже, получается, на домашний арест перевели. Но, скорее всего, это заслуга полностью вас, белорусов, что именно вашими действиями вы позволили тому, в общем, поспособствовали тому, что сейчас именно Кононович находится на домашнем аресте. И в целом, всеми этими действиями мы поддерживаем не только, скажем, Кононовичей, но и других, скажем, нелегально задержанных политзаключенных вообще в целом в мире. Комитет, скажем, многие вещи делает для того, чтобы, скажем, повысить осознанность, да, вот осознание этой ситуации среди населения. Например, недавно мы организовали, в Риме это было, мы организовали ужин, обед, скажем, с известной музыкальной группой, где именно обсудили, да, вот ситуацию с братьями Кононовичами. Да, в целом, то есть мы видим свою миссию, чтобы, скажем, передавать те слова, да, то есть передавать те мысли, которые хотят Кононовичи, скажем, чтобы о них узнали в Европе, чтобы, да, транслировать именно, скажем, да, вот их ситуацию. Также мы собираем, получается, вот, организовываем благотворительные фонды, чтобы тоже поддержать против Кононовичей. Позвольте, я еще зачитаю новости, которые вот посмотрела касательно Италии. В конце прошлого года глава Пентагона обсудил с итальянским коллегой дальнейшее вооружение Украины. К примеру, о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны. То есть говорится о том, что будут продолжать накачивать Украину оружием. До конца декабря 2023 года Италия действительно продолжала пострелять. То есть мы, скажем, обезоруживаем нас самих, чтобы, да, доставить оружие именно в Украину. То есть мы сами рискуем нашей собственной защитой. И, скажем, это засекречено, какие именно виды оружия поступают в Украине. То есть мы, как итальянское население, не уведомлены, какое оружие именно поставляется в Украину. Зачем Италия это делает? Единственная для меня, с моей точки зрения, единственная цель – это продолжать, скажем, отношения с Евросоюзом, с Америкой. То есть они делают все то же самое, что делают другие. Для меня лично, да, вот Катя сказала, что единственный выход из ситуации – это, конечно, проведение дипломатических переговоров. Да, они просто идут на пролом, делают все то же самое, что и другие, чтобы поддерживать этот вот союз между НАТО, между Евросоюзом. Для них мир – это значит оружие, смерти. Да, это действительно вот это противоречие, которое и мы, как, скажем, простое итальянское население наблюдаем, что, конечно, оружием и смертями мир не построишь. Да, действительно, сейчас итальянское население полностью не поддерживает ни санкции, ни поставляемое оружие. Мы все осознаем, что действительно оружием мира не построишь. И единственный вопрос, почему итальянцы не делают этот шаг вперед, почему они не выходят на митинги. То есть мы все осознаем и среди населения простого, что так не должно быть. И это подтверждает в том числе и опросы среди населения, что итальянцы не поддерживают то, что сейчас происходит. То есть поставки оружия, санкции, вся вот эта ситуация не поддерживается. Скажите, вот эти деньги, которые тратят на оружие для Украины, на что могли бы пойти в Италии? На самом деле проблемных мест достаточно много. На первом месте, конечно, находится здравоохранение, которое очень сильно прострадало после ковида. Конечно же, хотелось бы уделить, скажем, отдать вот эти денежные средства для повышения пенсий, направлять денежные средства для развития, скажем, и молодежи, построения новых домов. В общем, очень много проблемных зон, на которые следовало бы уделить внимание, но, к сожалению... Но в Украину поставляются не только оружие, но и люди из Италии. Почему эти люди едут туда? Для них это что? Игра, сафари, они зарабатывают на этом деньги. Почему? Те люди, которые приезжают сейчас в Украину, они выступают в роли волонтеров. Вот, к примеру, даже можно привести пример одной девушки, которую показывали по всем, скажем, телеканалам. Хотя, на самом деле, она, скажем, занимается нелегальными делами, на самом деле, должна находиться, скажем, в зале суда, а ее показывают, да, берут интервью и показывают по всем каналам. И в целом, можно сказать, что не отправляются, скажем, люди из армии итальянской, то есть это на официальном уровне не подтверждено. То есть отправляются, скорее всего, как волонтеры, и мы сами не знаем число их, то есть цифра тех людей, которые отправляются в Украину. Они вкладывают в социальных сетях свои фотографии с оружием. То есть для них это развлечение? Вот гибель, убивают людей, они так развлекаются? Речь идет о националистической риторике. Они наблюдают за, скажем, украинскими батальонами. Для них это освободители, для них это герои. Они тоже сами хотят, скажем, освобождать народ Украины, будучи, скажем, героями националистическими. То есть это не только касается Италии, но и в целом, то есть охватывает многие страны вот это вот чувство националистическое, скажем. А когда они возвращаются обратно в Италию, не боитесь ли вы, что эти люди будут в Италии тоже какие-то радикальные идеи продвигать или что-то устроят не очень хорошее? В целом, вот есть вот это опасение того, что мы поставляем оружие не украинцам, мы поставляем не в Украину, а мы поставляем оружие будущим террористам, которые далее вернутся в Европу и будут вот сеять этот хаос и разрушение. Прокуратура Неаполя выяснила, что еще до событий 24 февраля были замечены связи между итальянскими националистами и украинскими фашистами. С началом события 24 февраля мы поставляем оружие террористам, которые едут в Украину и потом могут, скажем, вернуться в Европу, да, и вот это вот самая главная опасность, то, что мы поставляем оружие, да, не для Украины, а именно для террористов, что не ровен час, когда зародится вот этот вот терроризм в Европе. Когда к нам приезжали друзья из Литвы, например, ну это продвижение той самой народной дипломатии, люди просто говорили, что мы хотим с вами дружить, мы хотим приезжать к вам на 9 мая на праздник, петь песни, чтобы вы там к нам в гости приезжали, то есть мы хотим помнить традиции, помнить героев. И когда эти люди возвращаются к себе в страну, в Литву, им проводят многочасовые, даже ночью, допросы, спецслужбы литовские, возбуждают против их организации дела, сажают в тюрьмы этих людей. Вот вы не опасаетесь, что со временем, вот вы тоже к нам приезжаете с благими намерениями, вы не опасаетесь, что, ну, тоже будут приняты какие-то меры у вас дома против вас? Да, действительно, опасения такие есть, к примеру, наш знакомый, да, репортер, который был на Донбассе, по приезду тоже подвергся, скажем, допросам, вот этим, скажем, допросам, и поэтому тоже опасаемся, что, возможно, уже очень много было подобных случаев, и что неровен час, когда они могут и произойти, скажем, у нас, поэтому опасения всегда имеются. Хотя, как вот, возвращаясь к тому репортеру, да, он, казалось бы, ничего не сделал, но его, да, допрашивали. Но все равно есть разница между прибалтийскими странами и нами Италией, и близкие страны, которые подвергаются большему контролю, в Италии пока что еще нет такого тотального контроля, но опасения все равно уже присутствуют, наблюдая то, что происходит именно в прибалтийских странах. Казалось бы, да, сильная Европа, объединитесь нашим вот этим регионам, все наши страны, Прибалтика, вы рядышком, там Россия, здесь немножко ниже Казахстан, мы тогда, как сказал наш президент, будем сильными. Нам нечего делить, мы хотимся жить в мире, мы не хотим никаких войн. Вот в чем проблема, почему нельзя действительно объединиться и не слушать вот этих людей, которые сидят там? Мы, как простой итальянский народ, действительно считаем, что нужно объединиться, что это правильная вещь, о которой мы говорим, а проблема, скорее всего, заключается именно в правительстве, что именно они, скажем, направляются своей силой на поддержание именно американского правительства и не понимают, скажем, всей вот сущности ситуации. А вот мы, простой итальянский народ, конечно же, поддерживаем вот эту вот идею объединения, скажем. И наш комитет солидарности с Беларусью, как и другие комитеты, хотя мы, по сути, никто, да, но с нашими маленькими шагами мы пытаемся создать вот эти вот отношения, поддерживать отношения с вами, чтобы хоть что-то сделать для разрешения данной ситуации. Именно поэтому мы сейчас и здесь, да, чтобы создать вот это вот двустороннее, скажем, отношение, не только двухстороннее в целом, наладить связи с другими странами.